Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре очередное удилище от компании Кайда, которое появилось в нашем магазине, в магазине Multifish. Это Enigma VIP, называется моделька. Это маховое удилище короткой транспортной длины. Поэтому с транспортной длины сразу я вам и начну. Она всего один метр. Поэтому кому нужны именно коротыши, так называемые, для перевозки махалки, это вот, пожалуйста, Enigma. Значит, выпускается удилище в длинах 5-6-7 метров. Транспортный метр, как я вам сказал. По материалу бланка производитель не указывает нам материал, но, по моим ощущениям, здесь порядка 36 тонн. Потому что все-таки чувствует, что не самый высокий уголечек здесь, да, но, в принципе, его достаточно для того, чтобы удилище было приемлемое по весу, балансу и так далее. И имейте в виду всегда, что я вам как разработчик удилища говорю, да, то сделать удилище хорошего строя, правильного, да, очень тяжело, имея короткие колена. Поэтому, как правило, все удилища, которые имеют маленькую транспортную длину, они грешат со строем. Поэтому здесь, вот, скажем так, нашли такую золотую середину в этой модели. И именно поэтому я их взял к себе в магазин, потому что порядка 70% кайда я в магазин не беру. Беру только то, что действительно качественное, то, что проверенное нами, да, то, что действительно стоит покупать нашим покупателям, нашим друзьям. Так, точности также сразу оговорюсь, чтобы потом уже не возвращаться к этой теме, это то, что на удилище, все удилища, которые вы покупаете у нас в магазине, мы даем бессрочную гарантию на заводской брак, раз, на весь срок службы удилища, да, и на кайду в том числе. И также две запчасти в год совершенно бесплатно в период действия такой акции. Об условиях этих, вот такой акции, что нужно для этого, подробно почитайте, пожалуйста, на сайте Multifish в разделе программа лояльности. Никто такого еще не делает, а мы такие акции проводим уже три года на разные бренды. И на Даеву, и на Сальму, и тому подобное. Вот на кайду тоже будем это делать. Значит, удилища поставляются вот с такими резиновыми пробками-заглушками с длинными. Я вам сразу скажу, что лучше их сразу же заменить, потому что они прилипают очень сильно к комлю, и их очень тяжело потом снимать. Поэтому вот мое мнение такое. Значит, дальше. Очень приятное, такая вот тактильно приятное, такое, ну, не знаю, подобие soft-touch напыления. На рукояти, для того, чтобы удилище было приятно держать, чтобы оно не скользило в руках, ни в сырую влажную погоду, ни когда руки испачканы прикормкой. Значит, пробочка у нас металлическая. Поставляется удилище с привитым спортивным хлыстиком под коннектор 0,65 мм. Вот такой хлыстик у нас. Если нужно, можно будет докупить хлыст полый, жесткий, под боковой кивок летнюю мормышку. Колено не имеют практически усиления. Вот в местах стыках небольшая по одномуточка, такая вот, наверное, толщиной сантиметра полтора, здесь вот два максимум здесь наблюдается. Но по строю, когда вы сейчас увидите, вы поймете, что, в общем-то, само удилище и колено достаточно толстенькие. То есть их не нужно лишний раз усиливать. И по характеристикам, я тут за кадром, у меня листочек лежит, да, что я заранее все померил. Значит, давайте скажу вам, пятиметровка, вес 127 грамм, комель 21,5. Шестерка 173 грамма, 24 мм толщина комля. И семерка у нас 239 грамм, 26,5 толщина комля. Я измерял вот в этом месте. Ну, транспортный 1 метр у всех. Давайте раскладываем и смотрим строй, измеряем фактическую длину, это тоже важно. Итак, друзья, пятерка у меня в руках, минус 3 сантиметра от заявленного у него, 497. Смотрите по строй, ну, приятно она в руках лежит, но не быстрый строй, видите, средненький такой, чуть-чуть ближе к среднебыстрому. Но, учитывая короткое сложение, очень приятно. И давайте нагружаем. Да, ну, вот средний такой строй, да. Но приятно в руках, она лично у меня лежит очень приятно и очень легко. Значит, смотрите, следующая шестерка, видите, она не заваливается. Вот я на светлый фон показываю. Тоже, вот я ее имитирую подсечку. Да, она чуть-чуть, чуть-чуть, да, шланговата немножко в серединке, но это приемлемо, это не тот шланг, который нужен. Нагружаем. Построю даже вот чуть-чуть, ну, да, такая же, видите, я хотел сказать чуть-чуть побыстрее, но нет. Она такая же, как пятерочка. И семерку последнюю. Минус, у семерки, забыл сказать, минус 20 сантиметров от номинала фактическая длина, а у шестерки минус 10. То есть, 590 сантиметров. У нас шестерка в реальности, а семерка 680. Да, здесь уже чуть-чуть чувствуется, что так потяжелее эта палочка, но приемлемая абсолютно тоже. Я не могу сказать, что она, да, она, я вижу, видно прекрасно и вам, я думаю, что она подшланговывает слегка, но это не та критичность, да, которая вот прям совсем не стоит ее покупать, скажем так. Да, с учетом транспортной длины метра, ну, покажите мне, кто сделает лучше. Давайте еще разочек. Вот рисуем. Ну, приемлемо. Вот, не идеал, конечно же, да, но приемлемо. Итак, друзья, посмотрели махалочки короткого сложения. Выбирайте, покупайте в Мультифиш. Поставляются они вот в таком бархатном чехле, приятный чехольчик с клапаном на липучке. Обязательно, моя просьба к вам, подписывайтесь, нажимайте под видео, где вы смотрите кнопочку подписаться, и вот такой пальчик вверх. Не уходите, не нажав этого, пожалуйста, если вам хочется хоть немного сказать мне спасибо за мои видео. Покупайте в Мультифиш. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok